Моя Москва И вот если говорить о моем самым любимом, самым важном и дорогом месте Москвы, то он находится здесь, на Ленинской горах. Сейчас это Воробьевы горы и это дворец детского и юношеского творчества, но я специально называю прежним именем, потому что здесь я провел все свое детство. Это вот такой вот парк с прекрасным зданием посередине, в двух шагах от центра. Здесь тихо, просторно, зелено и просто замечательно. А вот посмотрите, какой вид прекрасный, как красочно, как сказочно выглядит отсюда шпиль главного здания МГУ. Отсюда совсем недалеко, минут 15-20 ходьбы. За моей спиной, собственно говоря, главный вход в московский городской дворец детского и юношеского творчества. Посмотрите, здесь вот такое знаменитое мозаичное панно с таким классическим пионерским сюжетом. Там пионеры, костер, изображение Ленина, но сейчас это уже смотрится просто как история. А вот он главный вход. Посмотрите, как здесь красиво. Оранжерея, зимний сад, стеклянная крыша с несколькими куполами. Дворцу детского и юношеского творчества в этом году исполняется 75 лет, а он все такой же прекрасный, живой. История продолжается, и вот традиция не прерывается. Это чрезвычайно приятно. А вот в этом помещении происходила запись в кружки. У меня есть история, как меня записали в кружок. Меня папа и мама взяли за руку и долго выбирали между авиамодельным, судомодельным кружком. Но я ничего делать руками не умел и грустно ходил и понимал, что куда-то придется записаться. И тут ко мне обратилась прекрасная женщина, моя будущая преподаватель Татьяна Юрьевна Чекмарева. Тогда я ее еще не знал. Она сказала, хочешь к нам в литературный кружок? Я спросил, а что нужно уметь делать? Она сказала, ничего. Так определилась моя будущая профессия. А вот здесь вот с другой стороны, обратите внимание, здесь беден сад. Посмотрите, какие удивительные здесь растения. В общем, для меня это действительно самое красивое, самое удивительное место Москвы. А вот эту комнату назывался теремок. Видите, она из такого цветного стекла. Здесь тоже иногда проходили наши занятия. И, кстати, часто наши занятия превращались в чаепитие. Я приносил лично такой электрический большой самовар. Люди приносили чашки и за чаем при свечах читали стихи. Сейчас это, может быть, звучит немножко странно, но для советского школьника это было такое просто интимное, вообще магическое действие. Когда литературный кружок кончился, я вырос, женился. Сначала со своей дочкой Катей, потом с сыном Гошей. Мы катались тут на санках и на снегоходах. Кстати, мой сын тоже занимался в Дворце Творчества. И скоро я сюда приду со своей внучкой, которой уже полгода, кстати. Вот такая продолжающаяся московская история. Моя Москва